здравствуйте мои дорогие друзья меня зовут ольга и вы на моем канале о вязании который называется вязаная хобби сегодня я хочу показать вам готовую работу это вот такой топ который связан для моей дочери ну вот она его еще не забрала фотографии тоже еще не сделаны ну не знаю когда придет забирать может быть я ее и сфотографирую чтобы вы увидели как это смотрится на живом человеке ну а на манекене друзья вот так вот смотрится манекен гораздо крупнее чем моя дочь ну поэтому вот так вот в аптегончик ну на ней смотрится это совсем по-другому рукава длинные расклешенные вот как вот вам показать даже не знаю чтобы вы видели вот таким вот образом видите какой у меня манекенчик такой упитанный так скажем ну это я так-то для себя покупала для дочери конечно не подходит для ее вещей связан этот топ из пряжи yarnart джинс такой вот графитовый цвет это не черный передается можно сказать верно немножко тут засвечивает номер цвета я сейчас подсказать не могу не могу найти этикетку как обычно хотя до этого в предыдущих видео я называла цвет пряжи ну номер цвета вот такая штучка получилось связала крючком 225 кловером так что вот края вот здесь обработала пико подумала что это будет смотреться неплохо кошкины волосы везде вот я не знаю как спасаться от них они везде друзья и здесь тоже пико обработала жду дочь не идет говорит некогда но вот я не знаю как как еще достучаться до своего ребенка сама так хотела эту штучку и и вот штучка готова а ребенка до сих пор нет жду 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 она все меня завтраками кормит мама мне некогда мама я вся в делах вся в заботах она погулять время есть ну ладно не будем обижаться до подождем немножко никуда она не денется придет заберет обновку ну вот такая вот значит у меня готовая работа я довольна тоже вязала что-то думала быстро свяжу ну что-то все колупалась колупалась связана на 44 46 размер вот я же говорю вот я натянула на манекен прямо вот в натяг манекен то у меня потому что 48 50 или 50 52 вот я что-то уже запамятовала но скорее всего 50 52 я вот натянула прямо вот туго где грудь тут прямо вообще ну так вот вот тебе гончик дочка 44 носит и я вязала то немножко с запасиком ну чтобы она надела и было ну не сковывала движение вот как вот сейчас на манекене да чтобы не в оптигон было а чтобы немножко было посвободнее со свободой мы с ней договаривались вязать вот ну ладно сейчас я хочу показать процессе ки свои которые вязала новинок никакие никаких нет у меня но есть идеи о которых я хочу сейчас с вами поговорить так друзья наверное все-таки надо ниже опустить что-то я как-то не рассчитала давайте сейчас чуть-чуть пониже опущу так что у меня здесь значит такое по моему в прошлом видео я вам говорила что я купила вот такую вот пряжу это шелковистый хлопок но я так понимаю что он китайский вот купила у нас в ярославле офлайн магазине вот с бусинками с бисеринками с такими вот я хотела знаете под мод еще купить долго искала долго везде копалась но заказала на вал берез вот такой вот хлопок но видимо или цветопередача была неверная на карточке товара или что-то еще или может быть перепутали по цвету бобинки вроде на карточке они были как будто вот одинаковые вот видите что это светлее это вот поярче я хотела чтобы было одного цвета вот я попробовала связать образец в две нити в эту и в эту у меня получилось меланж меланж я не хочу и достаточно плотненько ну решила для себя что попробую связать вот в одну нитку связала вот такой маленький образец он вот такой вот понимаете весь как шелковый или как вискоза я его постирала он у меня просто на подоконнике лежал и вот так вот и высох бусинки видите ну вот получается что немножко все равно они вылезают на левую сторону на изнаночную то есть да вяжется в принципе это без безрядности а вот спицами друзья какие же я спицы то взяла и у моё по моему два с половиной сейчас за спиц тоже дойдем ну ладно давайте все сразу вам покажу и расскажу так два с половиной по моему я ими пробовала вязала я же еще сходила получила свой заказ на озоне я говорила не говорила у меня с мужем была годовщина свадьбы и он подарил мне денежку ну хотел сделать сначала подарок а потом спросил нужен такой подарок или нет или может быть денежку подарить ну я же конечно господи денежку мне надо я же куплю то что я хочу правильно и я купила спицы те которые не пробовала еще но хотелось попробовать это конечно не новинка но у меня таких нет и мне их хотелось вот это вот такие вот спицы жадор кубикс книг про дат книг про жадор кубикс спицы три с половиной 80 сантиметров и троечка 80 сантиметров да я вот этими вот вязала троечкой я вас обманула сказала что на два с половиной вязала образец нет я вязала троечкой потому что вот я не тут пыталась ставить как было но у меня что-то не получилось и я вставила так как есть вот спицы друзья волшебные я такая довольная единственное что книг про это понятное дело что леска она имеет память все равно ну это пока вот новая она такая вот да а потом повяжешь она с памятью леска нет провод к сожалению были бы такие лески как вот у чагу да тогда бы вообще цены бы не было бы этим спицам вот такие друзья спицы это деревянные кубические они тоже имеют маркировку носики просто суперские друзья они настолько гладкие приятные это стыки замечательные вот знаете тоже я переживала насчет стыков почему переживала потому что я знаю что книг про на зингах постоянно вот есть такая проблема ну и даже не на зингах и на минтфул по моему тоже не которые разъемные да которые вот на леске круговые спицы они вот вот здесь вот цепляют петли я переживала но нет я наверное счастливый обладатель спиц без брака вот вот такие значит спицы почему я очень рада вообще бесконечно и вот такие вот друзья еще пришли спицы мне это одюшки гладкие по моему так они называются да супер гладкие золотистой леской эти вот эти достанем цены конечно не дешевые знаете зато эти спицы останутся у меня как подарок правильно про стыки говорить нечего стыки идеальные про леску я тоже знаю ну как бы по отзывам что она в будущем очень как приходит негодность до быстро ну ничего страшного буду вязать столько сколько навяжу вот кстати вот на этой леске никакой маркировки нет это спицы номер двоечка 80 сантиметров а вот два с половиной 80 сантиметров здесь маркировка есть на леске ну может потому что это тонкая такая леска и на ней нет маркировки хотя в принципе они похожи одинаковые не тоньше не знаю почему ну вы сами понимаете спицы оде это просто супер ну захотелось мне вот я их и купила буду вязать наслаждаться радоваться и думать кому же какой у меня хороший муж какие подарочки он не делает так ну ладно вот с этими покупками и все идет только на вал берез у меня упаковка пять мотков ализе супер вошь белая 55 номер для покраски что-то так долго идет я уже чуть-чуть успокоиться начала не знаю думаю скором времени получу и мы с вами будем красить пряжу и смотреть какие цвета краску то я купила для поля для шерсти и для полиамида тоже заказывала ее на зон по моему и это будем с вами красить любоваться да и вязать и любоваться так ну с этим все я думаю понятно вот знаете хочется чего-то легенького лененького прилегин к очень нежное такое полотно я даже вот не знаю может так оставить на троечке или же может на 275 попробовать связать и вот не знаю хватит мне такой бобинки или не хватит хотя хозяйка магазина по моему вот она светлана и она мне сказала что хватает вполне вот этой бобинки здесь 300 грамм и 400 метров на 100 грамм но я думаю что должно хватить на без рукавов да такую вот мочонку какую-нибудь ну захотелось мне с бусинками ну вот друзья будем вязать так но сейчас долго я тут обо всем об этом а сейчас я знаете что хочу вам показать насколько я продвинулась вязание пинжинского платка ну кто меня смотрит да тут знает уже про этот процесс а кто впервые зашел на мой канал хоть на дзен хоть на youtube я снимаю пока надо на два канала да на две площадки и туда и сюда смотрю все на из youtube уходят переходят на дзен ну я пока не собираюсь уходить меня вроде что-то не напрягает пока youtube ну ладно давайте сейчас я вам покажу что я тут навязала так друзья это вяжется у меня кайма кайма нижняя как бы мне тут разложить так чтобы блин вяжется из трех ниточек ниточки очень тонкие здесь у меня и козий пух и шелк стопроцентный и еще милифили шелка им и пряжа милифили итальянская а козий пух оренбургский ну вот друзья вижу я по книге светланы логиновой пензенский пензенское вязание или пензенский платок я уже забыла вот вы представляете сама вижу и сама же забываю но суть в том что я очень стараюсь и вот что у меня получается я очень рада спицы спицы 225 вроде или двойка или 225 двойка по моему я говорила в прошлом видео и я уже запамятовала ну надо пересмотреть а что пересмотреть то вот у меня какими спицами то я вижу двойка друзья эти спицы я думаю тоже уже все знают они довольно таки не не новые у меня вот эти спицы уже ну года два наверно просто я не всеми номерами вязала как бы у меня есть на 100 леска набор и вот набор на 65 сантиметров леска такая красота мне так нравится ну вот козий пух друзья он немного колковатый хотя я стараюсь выбирать этот как это называется ось и вы посмотрите есть даже соринка вот видите да торчит соломинка вот ну ось и достаточно много вот прямо вот видно видите как как колючки такие торчат ну я стараюсь выбирать ну конечно же мне все не выбрать ну сколько могу ладно вот я связала значит вот один угол это получается нижний левый угол перешла к вязанию правого угла вот я довязала до последнего ряда да и теперь я буду подниматься и при как это присоединяться вот сюда к кромочным петелечкам соединительной петелькой и буду вязать так мне нравится друзья это такое завораживающее вязание волшебное какое-то очень нравится мужу сказала купишь мне такие рейки сами сделаем раму для блокировки платка палантина вернее это не платок у меня вяжется это плантин вяжется вот довяжу значит этот угол и буду набирать петли уже на середину думаю что платок будет очень нежный хотя вот тут в три ниточки можно было бы вязать еще в две нитки был бы еще нижний но он такой понимаете это но струящийся а когда после блокировки будет я думаю вообще будет супер купил супер пупер класс да кто осмотрит мои видео тот знает что я еще вижу синий платок но он не синий он такой фиолетово синий может быть вот я его беру на работу и там вижу вижу понемногу там где-то по 15 рядочков продвижение у меня там хорошие ну вот еще немножечко я продвинусь и я обязательно вам покажу сколько я провязала а сейчас я еще хочу показать вам кофточку которую я вижу и из детского хлопка сколь насколько я там продвинулась немного но все-таки есть продвижение ну вот друзья вот я провязала здесь от подрезов как вы видите уже приличненько довязано до талии уже полностью до талии и осталось мне тут ну я не знаю сколько провязать я не измеряла сантиметров ну не так уж и много я конечно стараюсь стараюсь как могу но очень жарко очень жарко вы понимаете это наверное жара влияет на хотение вязать вы прямо вот такая вот какая-то только подумаешь вот повязал бы в голове до мысли такие но как подумаешь что надо брать спицы пряжу и вот руки вот сейчас я с вами разговариваю и они у меня все равно влажные а вяжется влажными руками сами знаете когда ну кто вяжет тот понимает о чем идет речь так опять я напомню тем кто любит писать комментариях где схема хотя я уже каждый раз об этом говорю что схема находится на дзене друзья очень много таких вы знаете неприятных комментариев пишут мне под моим видео когда вот я говорю что схема находится на дзене вот и если хотите я могу ее добавить в контакте ну я не знаю люди боже мой люди такие комментарии пишут ну вот хоть стой хоть падай вы знаете и действительно почему то вот на дзене таких нету на ютубе такие есть люди вот откуда они берутся я не знаю и и действительно вот ну не хочется не хочется снимать чтобы потому что ну чтобы вот так вот не писали неприятно это ну почему они такие злые я не знаю что их там почему они такие не удовлетворенные жизнью ну найдите себе по душе занятия наслаждайтесь зачем злиться зачем портить настроение себе и окружающим знаете вот ну не хочется обращать внимание но иногда вот это вот как-то задевает прямо таким требовательным тоном чего-то требуют ну вот вы меня на работу не нанимали и мне не платите почему я кому-то что-то должна вот как-то я не могу этого понять ну ладно давайте не будем о грустном давайте о хорошем да ну вот друзья ну вот вяжется примерила все хорошо все мне нравится все не постирал все думаю о том что нужно постирать и разложить и посмотреть да как это как этот узор растянется тянется очень прямо и в ширь и в длину вот очень хочется посмотреть но что-то вот не знаю руки не доходят у меня постирать ну и все друзья я наверное больше показывать ничего сейчас уже не буду продвижений больше таких каких-то масштабных у меня нет пожелаю вам хорошего настроения мирного не было над головой отменного здоровья почаще улыбаться друзья почаще улыбаться и тогда люди к вам потянутся вот так вот скажем да вот и побольше вам творческих идей заниматься творчеством да чтобы не грустить и и кто вяжет пожелаю легких петелек и всего самого-самого доброго с вами была Ольга на вязаном хобби всем пока до новых встреч на моих новых роликах и и и и и и